Добрый вечер, дорогие друзья! Потихонечку мы приближаемся к концу 13 главы 1-го послания Коринфянам и читаем, начиная с 11 стиха. Когда я был младенцем, то помладенчески говорил, помладенчески мыслил, помладенчески рассуждал. А как стал мужем, оставил младенческой. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно. Тогда же, в будущем, лицом к лицу, теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Вот такие достаточно трудные для понимания, чем-то и, может быть, таинственные строки. И начать надо с того, что здесь, в русском переводе, который я прочитал, ну, будем говорить неточность, а можно сказать даже и ошибка. И те, кто помнит этот стих в церковно-славянском переводе, легко поймут, о чем я говорю. По церковно-славянски сказано так. Теперь мы видим, как бы в зерцале, гадательно зерцале, в зеркале. Почему-то наши переводчики XIX века заменили зерцал на тусклое стекло. Тусклое слово, вставленное интерполяцией. Вот не было в оригинале никакого тускло. Просто слово зерцал. Вероятно, тогдашние деятели не представляли себе иных зеркал, кроме как стеклянных. Между тем, как 2000 лет назад никто стеклянных зеркал не знал, да и стекла-то вряд ли кто знал особенно. Зеркала делались из металла. Шлифовалась бронзовая пластинка. Хорошо, красиво шлифовалась, тщательно, так, чтобы в ней можно было кое-что разглядеть. Понятно, как не шлифуют зеркал. Ну, в современной шлифовальной машине, может, хорошо можно шлифовать. Но традиционным методом, особенно бронзу не отшлифуешь, так, чтобы в ней увидеть. Свои, там, морщинки, да, или волосинки. В зерцале, в зеркале человек видел себя очень приблизительно, очень в общих чертах. А впоследствии можно будет увидеть полностью лицом к лицу, как я смотрю на ближнего своего и вижу полностью его лицо. Теперь я знаю от счастья, как бы глядя через зеркало и видя там общие черты, тогда же познаю подобно, как я познан. Кем я познан? Кем я познан? Только Бог. Только Бог может меня знать полностью. Тогда же, по достижении совершенства, познаю и я. Мое, обязательно мое, у каждого из нас, движение к Богу, движение к обожению, к богоподобию, открывает мне возможность к такому же познанию, каким обладает Бог. Будь может, наверняка не идентичному, не равному Богу, но подобному Богу. Помните, человек состворен по образу и подобию Божьему. Образ Божий человеку присущ, несмотря на греховные искажения природы. Подобие Богу человеком утрачивается в той или иной мере. Восстановление богоподобия – это и есть наш жизненный подвиг. Стать снова подобным Богу и достичь того, той меры богоподобия, которая нам открывается в христианской жизни, – это и есть наша жизненная цель. И познание, процесс познания, имея вот эту вот свою логику, оставляет какие-то ненужные временные особенности позади, но зато открывает перед нами глубины и широты, которые уже остаются с нами навсегда, которые принадлежат веществу, которые подобны взгляду человека на ближнего своего лицом к лицу, в отличие от взгляда в зеркало. Зеркало, повторяю, не современное зеркало, не венецианское зеркало, которое на серебре или на ртуке, а зеркало такое, ну, на медной сковородке, так скажем себе, много там не увидишь. Всего вам доброго, спокойной ночи.